Меня зовут Настя, мне 30 лет. Буквально год назад у меня был развод. Немножко тяжело переживала, помогло общение с людьми, не засиживаться дома. Потом очень здорово помогает спортивные тренировки. Я пошла на секцию рукопашного боя и отлично там сбросила свой стресс, до сих пор продолжаю ходить, в музей куда-нибудь сходить. В общем, как-то переключаться визуально, музыкально, вот это мне очень помогает. Еще классно люблю в душе постоять. Это прям отличный стресс снимает. Меня зовут Дмитрий, мне 29 лет. В Москве, я думаю, все сталкиваются с большим уровнем стресса. Благодаря, наверное, специфики работы своей. Да, у меня много стресса. Справляюсь с ним в основном выездами на природу, гулянием по лесу, занимаюсь творчеством, делаю картины. В общем, как-то стараюсь разбавлять работу с отдыхом на природе. В первую очередь меня это заряжает. Если какая-то острая фаза стресса, которая может навредить сильно здоровью, то советую обратиться к доктору в аптеку. Купите на вафоситика, лично на себе пробовал, либо глицина, тоже хорошо работает. Сразу 5 таблеточек, если остро, и становится попроще. А дальше на природу. Меня зовут Ксения. Периодически я сталкиваюсь со стрессовыми ситуациями. С ними мне помогает справиться мои друзья, их поддержка. Я обсуждаю какие-то проблемы, переживания со своими близкими. Они мне помогают их разделить, помогают мне в какие-то моменты успокоиться. Я им очень благодарна, и так я справляюсь со стрессом. У меня самый большой стресс был из-за подготовки к поступительным экзаменам. Я просто готовилась. Это единственное, что мне помогло. Здравствуйте, меня зовут Максим. Ну, конечно, как и все люди, бывают стрессовые ситуации. Я стараюсь заниматься каким-то в этот момент любимым делом. Я, в принципе, им всегда занимаюсь. Я музыкой вырекаюсь. Работаю на студии, создаю музыку, и вот как-то мне это всегда помогает абстрагироваться от всего этого. На самом деле, в последнее время я не скажу, что я вообще стрессую. Я как-то чуть преисполнился, можно сказать, и как-то мне легко это дается. Еще очень хорошо помогает спорт. Кровообращение улучшает. Вот, да. Вот когда у меня были эти проблемы, я начал снова заниматься спортом, и все как бы восстановилось. Меня зовут Валерия, 23 года. Стресс. В основном проявляется то, что я спать хочу постоянно. Всегда. То есть, если у меня стресс, я всегда ложусь спать. Мне, конечно, надо расслабиться, успокоиться, сходить куда-то, проветриться без людей, чтобы, прошу прощения, слушать музыку, либо без музыки. Ну, что-то такое вот, чтобы ничего не отвлекало. Лучше одному, конечно. Можно поговорить с близкими людьми. Не факт, что они вас поймут. Лучше общаться с теми, кто реально вас понимает, всегда поддержит. Москва большой город. Все куда-то спешат. Приходится постоянно в этом стрессе жить. В Москве, наверное, это прям скопление стресса у людей. Меня зовут Елена, мне 45 лет. Самый большой стресс в моей жизни это был, когда я узнала, что у меня онкология. Самое главное это верить в себя. Даже когда ты не веришь, все равно надо верить. И все. Я могу сказать, что онкология это не заболевание, это состояние или образ жизни. Когда ты это примешь, что это образ жизни, жить дальше, без стресса, качаться на качелях и слушать музыку. Пожалуйста, ребята, запомните раз и навсегда, если у вас стресс, пожалуйста, реванчелло. Продолжение следует...